Теперь вкладчики могут досрочно использовать определенную часть своих средств с пенсионного фонда только с целью получения жилья, лечения или инвестирования в компании. Такое право предоставляется трем категориям граждан. Такое право будет предоставлено первой категорией – это работающим гражданам, имеющим накопление пенсионного ВИНПФ, которые смогут использовать часть суммы, превышающей порог достаточности. Порядка 760 тысяч такие граждане, в среднем 2,3 миллиона тенге на одного человека приходится. Основной принцип пенсионного накопления, необходимый для пенсионного обеспечения граждан при достижении старости, поэтому определенная сумма, безусловно, должна остаться на счету вкладчика, и сверх этой суммы граждане смогут воспользоваться по своему выбору на вышеуказанной цели. Безусловно, пороги достаточности – это забота о будущих граждан на стабильный доход после выхода на пенсию. Вторая категория – это состоявшиеся пенсионеры, у которых в сумме накопления пенсионной не менее 40% от размера утраченного дохода и составляет, то они смогут до 50% от оставшейся суммы использовать. Порядка 760 тысяч вкладчиков относятся к первой категории. В среднем на одного человека приходится более 2 миллионов тенге. Они могут получить по 300 тысяч тенге. Вторая категория – это состоявшиеся пенсионеры. Таких порядка 170 тысяч казахстанцев. В среднем по полмиллиона тенге на каждого. Третья категория – граждане, оформившие пенсионные аннуитеты, имеющие накопления. В среднем порядка 2,5 миллионов тенге приходится на каждого из 23 тысяч человек. В целом, каждый гражданин имеет право на целевое использование средств, если накопления превышают установленную для его возраста сумму. Например, у 20-летнего вкладчика на счету должно быть не менее 1 миллиона 710 тысяч тенге. У 30-летнего гражданина – 2,5 миллиона тенге. У 40-летнего – 3 миллиона 420 тысяч тенге. Сегодня 16 тысяч акмолинцев уже накопили достаточную сумму. Размер пенсионных накоплений можно проверить на официальном сайте Единого накопительного пенсионного фонда. Для этого достаточно иметь электронную цифровую подпись. Ларина Дюсикева, Айсо Улес-Избек, Жамбол Болтаев, Кокщак, Парад.